Всем привет, друзья! Вы на канале Гранд, точнее на связи Гранд. Сегодня мы поговорим про коронавирус. Коронавирус это группа вирусов, которая паразитирует человека и более старых людей. Перед тем, как волноваться, давайте же узнаем, от чего его можно ждать и что от него не надо ждать. Давайте же приступим. Согласно официальным данным, вспышка болезни, вызванная штаммом коронавируса НСОВ, началась еще во второй половине декабря 2019 года в провинции Ухань на территории рынка морепродуктов. Таинственное заболевание было выявлено у 27 пациентов с общими симптомами в виде лихорадки, сухого кашля, сдавливания в груди и затрудненного дыхания. Первым подозрением врачей было традиционное простудное заболевание, очаги возникновения которого характерны для зимы в Китае. Но взятие анализов выявило неизвестный вирус, впоследствии идентифицированный как новый штамп коронавируса. Рынок, с которого предположительно все началось, был закрыт, а людей с клиническими проявлениями, количество которых на тот момент было 41 человек, изолировали. Но оказалось, что вирус успел распространиться за пределы Китая, поскольку 13 января симптомы обнаружились у жительницы Бангкока, посещавшей Ухань во время новогодних праздников. С каждым днем количество людей с подозрением на инфицирование росло, как и список стран, в которых выявлялся таинственный убийца. 25 января глава Китая Си Цзиньпинь заявил об ускорении распространения коронавируса. 28 января Всемирная организация здравоохранения изменила оценку опасности коронавируса с умеренной на высокую. Коронавирусы – это довольно большое семейство вирусов, насчитывающие около 40 видов. Своё название они получили из-за мембраны, покрытой шипами, напоминающей корону. Зачастую такие вирусы инфицируют различных животных, но в отдельных случаях способны передаваться и людям. Подобные инфекции называются зоонозами, и, как отмечают ученые, Китай в пищевой промышленности и медицине, которого задействуются различные животные, является идеальной средой для развития подобных заболеваний. Как утверждает микробиолог Пол Келлом, основная опасность данного штамма коронавируса кроется в том, что он, инфицируя человека, способен мутировать, чтобы подстроиться под определенные особенности организма. Как отмечалось китайскими медиками, первые пострадавшие от вируса и до него располагали проблемами со здоровьем разной степени тяжести, что и поспособствовало его развитию. В связи с историей, активно нагнетаемой СМИ и интернетом, ближайшие недели будет довольно сложно установить настоящее количество зараженных этим заболеванием. К этому располагает и симптоматика коронавируса, внешне ничем не отличимая от простудных заболеваний. Министр здравоохранения в Китае Ма Сяо Вэй отмечает, что на ранних этапах инкубации у больных наблюдается такие симптомы, как повышенная температура тела, физическая слабость и сухой кашель. У тяжело больных может наблюдаться затруднение дыхания, вплоть до дыхательной недостаточности. Сяо Вэй также утверждает, что участились случаи легкой формы заболевания, для которых характерна небольшая температура и редкий кашель. Легкая форма создает проблемы для профилактических мер, поскольку человек, переживающий болезнь в такой форме, может даже не догадываться, что болен, между тем, являясь переносчиком вируса. Но чтобы отсеять все предрассудки, следует знать, каким образом передается данное заболевание. Во время начала вспышки вируса, Всемирная организация здравоохранения считала, что передача от человека к человеку крайне маловероятна, и единственный способ заразиться – это контакт с инфицированным животным. Но уже 20 января глава Комитета Китая по здравоохранению Чжун Наньшань заявил, что коронавирус нового типа способен передаваться воздушно-капельным путем. Это выяснилось, когда загадочную болезнь подхватили 14 медработников, контактировавшие с зараженными. С целью обезопасить себя, жители города Ухань начали носить защитные маски, но, как оказалось, этого недостаточно. Вирус способен также передаваться контактным путем через слизистую оболочку глаз. Среди потенциальных вариантов заражения, медики также отмечают употребление в пищу сырого или плохо обработанного мяса. Также есть все основания подозревать, что болезнь имеет четко очерченную группу риска. Практически все погибшие, люди в возрасте за 50, имевшие проблемы со здоровьем. Вполне возможно, что вирус может переноситься молодыми людьми гораздо легче, но для выяснения правды потребуются дополнительные исследования. Даже такая важная тема, как способы возможного заражения, вызвала множество информационных спекуляций. В наше непростое время, когда достоверная информация может легко утонуть под грузом громких и радикальных заявлений, было нетрудно догадаться, что такая важная тема породит множество фейков. Более того, даже информация, изначально казавшаяся правдивой, впоследствии может стать недостоверной. Описание первых клинических случаев заболевания, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, опровергло, что отправной точкой для вируса стал именно уханьский рынок морепродуктов. Доктор Лили Рен утверждает, что один из первых пациентов заболел 1 декабря 2019 года и не контактировал с печально известным рынком. Не стоит забывать и о том, что первая волна пациентов обратилась в больницу уже располагая ярко выраженными симптомами. По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Даниэля Люси между заражением и появлением симптомов должен также пройти инкубационный период болезни, а это означает, что заражения произошли еще в ноябре. Вся совокупность данных указывает на то, что вирус не зародился в Ухане, а проник в город и на рынок откуда-то извне. Другой темой для информационных манипуляций стала возможность заражения при получении посылки из Китая. Ежедневное количество покупателей на онлайн-рынке товаров Алиэкспресс исчисляется десятками миллионов по всему миру, поэтому опасения людей очевидны. Однако эпидемиологи из разных стран солидарны в том, что вирус не может существовать вне организма носителя более двух суток, а поскольку большинство посылок из Китая идут по несколько недель, то опасения напрасны. Также по социальным сетям несется фейковая информация о зараженных вирусом бананах, уже успевшая посеять панику в ряде стран. Однако никаких официальных подтверждений этого не существует. Единственные способы передачи коронавируса от человека к человеку и от животного к человеку. Но взгляд на ситуацию в мире будет неполным без инсайдерской информации. Несмотря на заявления врачей о том, что не стоит впадать в панику, из самого Уханя приходят крайне печальные новости. Медсестра, работающая в изолированном городе, записала видеообращение, которое за считанные часы набрало более двух миллионов просмотров. В нем она сообщает, что официальные СМИ Китая занижают реальное количество больных, и в одной только провинции Хубэй эти цифры достигают 90 тысяч человек. Китай является тоталитарным государством, и вопрос цензуры стоит там особенно остро. Кроме того, ранее в 2002 году, во время эпидемии острого респираторного синдрома, власти КНР уже скрывали случаи массового инфицирования, поэтому слова медсестры звучат вполне правдоподобно. Также она отметила, что мутация коронавируса во вторую форму сможет увеличить количество зараженных до полутора миллиона по всему миру. Так что, по ее словам, пик заболеваний еще впереди. Однако блогер Анастасия Купянская, проживающая в соседнем Луане, утверждает, что паники на улицах Уханя нет, а единственным дефицитным продуктом являются маски. Также власти обеспечивают жителям доступ к актуальной информации и держат ситуацию под контролем. В то время блогер и фотограф Ян Ке показал другую сторону скандального Уханя, опустевший серый мегаполис, на улицах которого редко можно встретить человека. Впервые в истории под карантином оказался город с населением в одиннадцать миллионов человек. Уровень контроля над ситуацией в Ухане настолько высок, что всего за пару дней рабочие и волонтеры переоборудовали пустующее здание в отделении неотложной помощи на пару тысяч коек. Еще одна больница строится с нуля, в семидесяти пяти километрах от Уханя. И, как ожидается, будет завершена уже совсем скоро. Ко всему прочему, двадцать восьмого января ученые из Гонконга заявили, что им удалось разработать вакцину от коронавируса. Исследователи модифицировали вакцину против гриппа, добавив в нее поверхностные антигены вируса. Однако не стоит думать, что разработка мгновенно остановит возникшую эпидемию. Микробиолог Юэн Квок Юн, ответственный за разработку вакцины, отмечает, что потребуется как минимум год клинических испытаний, после чего она сможет поступить в серийное производство. А пока ведутся тесты, задачей всего человечества станет противодействие панике через умение фильтровать и анализировать информацию. Как нетрудно заметить, вспышка коронавируса породила множество разнополярных мнений, фактов и очевидных фейков. Но истина, как это обычно и бывает, где-то посередине. Кому уж точно выгодна паника, так это фармацевтическим компаниям, которые попытаются хорошенько заработать на этом. Наша же задача – сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и адекватно оценивать ситуацию. А чтобы как можно больше людей узнали всю необходимую информацию, поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будьте здоровы!